Игнат несет костыли, вообще непонятно, зачем мы их с собой взяли. Захар их не использует, но мы добрались до Греции. Все нормально, мы привыкли к Ортезе. Захар уже спокойно передвигается, все окей. Мы берем машину в аренду, точнее уже взялись. Сейчас Тома заполняет какие-то дополнительные документы. И едем на Виллу. Мы нашли нашу машинку, такая аккуратная, чистая, белая. Класс, будем кататься в эти дни. Так, распечатываем. Внутри оно тоже клевое. Тома проверяет все какие-то потертости на машине, чтобы потом не было проблем со страховкой. Афины, добро пожаловать в новый влог. Привет-привет. Глядь, Сипиона. Вау. Серьезно? 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 Для меня это неожиданность, потому что Тома мне не показывал, что он снял. Дом не весь наш, только половина. Вот это да, как красиво. Должен быть с бассейном. Сейчас пойдем сделать ревизию. Все проверим. Всем привет-привет. Добро пожаловать в новый влог. У меня пока что не было возможности вот так спокойно с вами поздороваться. Здравствуйте. Этот влог будет из Греции. Почему Греция? Я вам сказала, что мы передумали ехать в Хорватию. И мы начали рассматривать другие варианты. И когда я намекнула, что можно было бы полететь куда-то на самолете, Томак начал искать прямые рейсы. И когда он сказал, что можно полететь в Афины, это услышал Захар. У него загорелись глаза и говорит, я давно хотел в Афины. Вы знаете, как меня интересует греческая мифология, все, что связано с Афинами. Пожалуйста, поехали в Афины. Мы проверили погоду. Конечно же, она нас порадовала по сравнению с Краковской, потому что у нас 15-16 градусов тепла и постоянно дождь. Если уж вы решитесь куда-то ехать, то обязательно проверяйте актуальную информацию на официальных сайтах страны, куда вам хочется отправиться. Мы все почитали и оказалось, что многие страны открыты. Мы еще рассматривали Испанию, но так как я не была в Греции, то мы решили сначала поехать в Афины, а потом уже чуть позже посетить острова. А не в этот раз, потому что мы все сразу не успеем. Что касается прибытия в Грецию, то они обязательно требуют наличия теста ПЦР для тех, кто не болел и не прививался. Причем этот тест делается в том числе и детям. Это тот тест, к сожалению, который дороже. Еще если вы переболели или полностью привились, там чуть другие правила, обязательно все уточняйте. Мы сдали тесты, их нужно сдавать за 48 часов максимум. Мы перестраховались и сдавали где-то за сутки. Все нормально, мы получили результаты и спокойно сели в самолет. Еще такой момент. За 24 часа до прибытия в страну вам нужно заполнить документ на греческой интернет-странице, такая location form, то есть писать информацию, где вы будете находиться, адрес отеля, адрес виллы. И когда вы это заполняете, там за несколько часов до прилета в Грецию получаете QR-код, который сканируют работники то ли паспортного контроля, то ли работники аэропорта, но чтобы они могли как-то вас здесь отыскать, если вдруг что-то произойдет. Дальше мы начали искать, как арендовать здесь машину. Оказалось, что не все так просто, потому что они требовали именно оплату кредитной карты. Ни у меня, ни у Томака ее нет. Томак не растерялся, позвонил в эту компанию, которая арендует машины, и спросил, как можно решить этот вопрос. В общем, оплатил все обычной картой. И когда мы прилетели сюда, мы докупили дополнительную страховку, которая покрывает абсолютно все, чтобы не было проблем. Очень-очень быстро все ездят, такой трафик в Афинах, что, конечно, не помешало бы иметь страховку. Или машину угонят, еще что-то там может произойти. Поэтому мы буквально столько же доплатили еще за страховку, сколько за аренду самой машины. Не суть, можно было бы сделать как-то по-другому, но это был наш первый раз, когда мы так арендовали машину сами. Что касается прилета обратно в Польшу, то нам тоже придется сделать тесты, только не ПЦР, а антигеновы. Те, которые дешевле, и они спокойно там все сдаются, например, в аэропорту. Цена там более-менее нормальная, и результат вы ждете полчаса, несколько часов. Если он отрицательный, то, соответственно, вы потом не сидите на карантине. А по поводу ноги и костылей я тоже немножечко переживала. Нас спустили абсолютно без проблем, никто не задавал лишних вопросов. Все окей, ну а теперь можем в полной мере наслаждаться на же мини-отпуском. Ну что, нам провели экскурсию, теперь беру вас с собой. Здесь несколько спален. Игнашка, подожди, пожалуйста, не раскладывай, потому что все может выпасть. В этой спальне расположимся мы с Томаком. Я вижу, что есть кондиционеры. Все зашторивается очень аккуратно, супер чисто. Полотенца и пляжные тапочки. Я попрошу Томака, чтобы он поделился и со мной, и с вами контактами. Потому что я без понятия даже, как называется, вилла. Пляжные полотенца. Мальчики, походу, уже выбрали для себя комнату. Хотя здесь кровать только для одного человека. Кто здесь будет спать, мальчики, вы решили? Картина молодежная. Еще одна спальня, поменьше чуть-чуть, но красивенько здесь. Со второй стороны тоже картина. Есть шкафы, то есть если кто-то приезжает надолго, то можно спокойно разместиться. Ванную я видела пока что только одну. Ой, а что так темно? Так, наверное, будет лучше. Тоже полотенца, мыло, душевая кабина. Интересно, только один санузел. Ну, как бы туалет, понятное дело, он тоже должен быть. В этом доме могло бы разместиться несколько семей. На втором этаже находится кухня. Есть все самое необходимое. Такое впечатление, что идет стадо слонова. Это только мужчины спускаются. То есть и духовка, микроволновка, посудомойка, холодильник. Нам еще оставили какие-то вкусности. Тоже спасибо большое. После дороги мы слегка голодны. Я думаю, что о посуде не стоит вспоминать. Она присутствует на большое количество персон. Блюдо феноменальное, очень красивое. Со второй стороны зона отдыха. Можно посмотреть телевизор, просто поваляться на диване. Вечером можно выйти на террасу. Здесь большой обеденный стол, который засервирован до кофе, чая на 4 персоны, так как нас всего четверо. И какие-то фруктики тоже, печеньки, большая терраса. Я думаю, что завтра здесь будем завтракать. Правда, у нас пока что ничего на завтрак нет. Но я думаю, что мы или рано утром поедем за продуктами, или сегодня еще куда-то успеем. Около 8 часов вечера. Я думаю, что ночью здесь очень красивый вид, как и утром. Вообще, я обожаю смотреть на город. И когда еще и море, это то, о чем можно только мечтать. Я еще пока что не была внизу, но глядя на бассейн вот так сверху, я вижу, что он довольно глубокий. И он работает до полдевятого. Потом не знаю, то ли он как-то очищается, но есть правила бассейна. И в течение дня там тоже какой-то небольшой перерыв, когда солнце очень-очень активное. 4 лежачка подготовлены. Какие-то свечи. О, вечером с домиком пойдем. Господи, есть еще и третий этаж. А здесь тоже можно загорать или пить кофе, завтракать. То есть, еще одна терраса. Какие здесь ароматы. Очень много цветов. Такая ухоженная территория, как спереди, так и сзади. Я думала, что мы будем в левой части дома. Оказалось, что в левой живут хозяева, а мы справа. Так как мы в Греции, решили попробовать и греческий салат в том числе. Интересно, как подают кусочек конфету, да? Нас обычно нарезают. Ресторан находится буквально в пяти минутах от нас. Шикарный вид. Я считаю, немного туристов вообще как-то расслабон полный. Все-таки, какое огромное значение имеют продукты. Ой, я тут под впечатлением. Оливковое масло, фета, бомба. И, между прочим, я вижу, что они из приправ добавили только орегано. И цацики гораздо острее, чем я сама делаю. Так что будем тренироваться дома. Захару очень понравился осьминог. Попросил добавить. Действительно вкусно из гриля. Я, конечно, не все снимаю. У нас еще были кальмары, но мы решили ударить по морепродуктам. Огромные креветки. Интересно, вместе со счетом принесли, типа как десерт, лед, арбуз, дыню со льдом. Кстати, очень-очень вкусно. Первый заплыл. Мама хозяйки виллы живет во второй части дома. И вчера она угощала нас с мороженым, вином, а сегодня испекла домашние булочки. И тоже поделилась с нами. Это так мило. Слоеное тесто с пудингом. Сахар с ногой. Слушайте, на территории этой виллы есть маленькая капелла, как это называется, типа как маленькая церквушка, в которой можно помолиться. И здесь есть что-то уникальное. Вообще-то она закрыта для посещения, но нам дали ключ и разрешили заглянуть. Это действительно место, в котором молились люди. То есть его сохранили еще с давних-давних времен. Здесь много священных и очень древних икон. И сейчас покажу вам одну, которую я абсолютно не ожидала здесь увидеть. Интересно, вы догадаетесь? Вот эта икона из Мариуполя. Представляете? Здесь, конечно же, есть самый настоящий алтарь. Ладан. Им здесь ощутимо пахнет. И даже можно поставить свечи. Обожаю мужчин. Лежим, загораем, потом мы уже выходим. А ты, типа, должна быть готова. В общем, я собиралась как могла. Я без понятия, куда мы едем. Я, кстати, вам не говорила, но я таки купила. Это белое платье из H&M хлопковое. У нас их очень быстро разобрали, но я отхватила свой размер. Но они такие, можно сказать, оверсайз, потому что XS, но она совершенно не по фигуре. И можно брать там плюс-минус один размер. Знаете, стоит мечтать. У меня Греция была в моем виш-листе тех мест, которые мне хотелось бы посетить. Что-то пошло не так. Мы заказали слишком много. Уже второй раз. Ну и порции у вас здесь. Я знаю, что меня смотрят даже оттуда. У меня Захар спросил, мама, ты все это съешь? Походу, дела нет. У меня тут очередной букет. Можно я загадаю желание, чтобы это никогда не проходило? Ну что, первое впечатление туриста после нескольких дней на новом месте. Нам все очень нравится. Природа фантастическая. Мы отдыхаем все так, как мы хотели. Мы любим такой специфический вид отдыха. Когда ты сам можешь ехать куда-то, нас совершенно не напрягает то, что до ближайшего магазина нужно добираться на машине. Здесь особо нет общественного транспорта. Во всяком случае, я его не видела. Поэтому, если вам вдруг очень понравится это место, то будьте к этому готовы. У нас здесь рядом есть и ресторан, и бар, куда можно пройти пешком. Между прочим, кухня нормальная. То есть мы хорошо поужинали в первый день, сегодня были на кофе. Нам очень нравится то, что мы мобильные, так сказать. То есть садимся в машину и едем из точки в точку. И так как мы находимся рядом с морем, вот это сочетание гор и моря, это так красиво, это так захватывает дух. И ты можешь просто ехать на машине и наслаждаться видами, или же остановиться в какой-то не туристической точке. И посмотреть на город, на море, да хоть на небо, куда угодно. С другой стороны, это так как-то помогает влиться в атмосферу. Ты можешь посмотреть, как живет местное население. И так удивительно, потому что вокруг большие виллы, некоторые из них с бассейнами. Но территория, с одной стороны, она облагорожена. Но такое впечатление, что здесь никто не живет и здесь не убирают. То есть из деревьев постоянно падают листья, то что-то ветром занесло, и это все так и валяется. То ли здесь какой-то глубокий кризис, скорее всего. То ли еще не приехали туристы, или хозяева этих вилл как-то не успели поухаживать за всем. Я не знаю, с чем это связано, но вечером и днем здесь нет ни души, и вот этот мусор, и также много собак. Они бездомные, и они не опасны, но тем не менее, сначала так идешь и смотришь, тут собака, там собака. Некоторые довольно большие, они вообще лежат, и думаю, что им супер жарко, поэтому им не до туристов. Но как-то в Польше я вообще практически никогда не вижу, чтобы собаки вот так бродили по улицам. Воздух чистый, и нам все нравится, правда, несмотря на какие-то моменты. Но я просто рассказывала вам то, что вижу, но мы зашли в бар, так кайфанули, и просто сходили в местный магазин, там по дороге, то там, то там останавливались. Это супер интересно на самом деле, и для Томика особенно это вообще просто испытание поехать на all-inclusive, когда не нужно заморачиваться там с едой. Он говорит, я себя чувствую тюленем, иногда и такой отпуск нужен. И кто-то не переносит вот эту езду куда-то, беготню по ресторанам даже выбрать добраться. Но для нас это не составляет никаких проблем, наоборот, есть чем заниматься в течение дня. Мы тут на бассейне полежали, сегодня мы нашли очень красивые пляжи, так что завтра едем к морю. Так как в первый день непонятно было, что с погодой, я подумала, блин, детям будет холодно. Они сразу намылились в бассейн, они тут-то было, мама, холодно, почему так холодно? Конечно, детям довольно скучно сидеть постоянно на вилле, поэтому мы тут устраиваем им движ, чтобы мы могли отдохнуть, и они чем-то были заняты. Потому что когда дети постоянно ходят, мама, мама, папа, папа, то дерутся, это тоже, знаете, такой себе отдых. Но я думаю, что после нескольких дней мы тут все вот разузнали, и для нас тоже оптимальное количество дней для отдыха с детьми это 5. Дальше уже начинается напряг или нужно переезжать в какое-то другое место. Мы пока что не были в Афинах, мы, конечно же, туда собираемся, но так как у Захара проблемы с ногой, я вижу, что ситуация идет на поправку, и слава богу, что мы поехали, потому что у нас в Польше сейчас выходные, и мы бы сидели вот дома кислые там в этих дождях. И смена обстановки порой это самое лучшее решение, и я вижу, что он ходит без костылей, у него ничего не болит, ножка не опухает, он без проблем купается. Нам, кстати, разрешили купаться, то есть он просто меняет вот этот ортез, вы сказали, что у вас это тоже так называется, то есть съемный гипс такой легенький, он высыхает на солнце после того, как Захар поплавает, и все прекрасно. Ну, в общем, мы идем на поправку, меня это не может не радовать, потому что, когда мы собирались вылетать, я еще думаю, блин, вот только костылей не хватало нам, и гипса, хоть съемного, хоть несъемного, это же никуда вообще не пойдешь, мы потом думаем, ладно, мы и так арендовали машину, если что, поедем, хотя бы с места на место, но в всяком случае в тепло. Я теплолюбивый человек, и в первую ночь, когда мы приехали, я ложусь в кровати, такие очень тонкие одеяла, это же не совсем одеяло, это типа как покрывало, я говорю, Томак, я замерзла, я в панике начала искать для себя, для детей одеяла, но я отключилась, я так хорошо сплю, перед отъездом сюда у меня так странно билось сердце, какая-то аритмия, я даже сходила к кардиологу, мне говорят, если это будет повторяться, то нужно обследоваться, но я поняла, что мне просто-напросто нужен был отдых от всего, от всего с детьми, правда, но это тоже смена обстановки, так как я сказала и в любом случае, море, солнце, вода, вкусная еда, это ли есть отпуск, еще хотела вам сказать, что я вижу, как мальчикам интересно узнавать что-то новое, Захар уже не может ртаться, когда мы поедем в Афин, и завтра должно быть чуть-чуть покомфортнее, то есть не 30 градусов, там 27, я думаю, что мы поедем после обеда, я не знаю, скажите мне, это типа как сиеста или в чем прикол, потому что бассейн у нас не работает в течение дня, вот постоянно, а он закрывается, сейчас скажу, с 14.30 до 17.30, тихий час, вечером мы планируем пойти на закат, пошли в очень красивое место и прогуляемся туда пешком, вот об этом я говорю, и таких вилл здесь на самом деле приличное количество, Тома говорит, давай купим, как инвестицию, ага, я даже боюсь представить, сколько это стоит, вот посмотрите, как бы улица, вот тоже хотела вам показать, удивительно, почему никто не убирается здесь, ну типа все и так нормально, но хотя бы как-то рядом со своей виллой прочистить все, нет? Очередная заброшенная вилла, и это опять же вот то, что я вам рассказывала, я не понимаю, здесь наверное должны убираться какие-то госслужбы, и вроде как лежат пакеты, но их почему-то тоже не вывозят, вот выходишь две минуты от виллы и сразу море, причем здесь такая приятненькая дорожка, клево прогуляться. Субтитры создавал DimaTorzok Удивительно, я еще не видела, чтобы где-то в магазине большая часть вина, я понимаю, так, кто-то очень хочет в эфир, чтобы большая часть вина была в пластиковых бутылках, ему уже нужна лодка и прочее. Конечно, есть и в стекле, но прям огроменная полка таких бутылок пластиковых, это тоже пластик, если что. Во многих местных ресторанах, которые нам рекомендовали, практически везде есть или ягненок, или баранина. И вот там прям разделывают перед продажей. Слушайте, так интересно, я подошла тут к разделу приправ, и сначала казалось, что вообще ничего не понятно, потому что ни на какой другой язык это не похоже. Есть упаковки, где можно прочитать, да, петрушка, амис, тимьян, мята. Я была очень удивлена, потому что в каждом бренде есть мята. Базилик, хорошо зайти, жди меня здесь, лавровый лист. Я, жди меня здесь, пожалуйста. Блин, дети, это тоже. Отдых здесь мята, отдельная тема. И гляньте, вот даже в больших упаковках продается перечная мята. Я спросила, где они используют перечную мяту? Оказалось, что они добавляют ее к мясу. Например, когда делаешь такие митболл, типа как тефтельки, что-то такое, да, то они кладут туда мята. У нас, например, в кухне это совершенно не используется. Мак есть, ну и лен, всякое такое, то, что везде продается. Но по поводу мята я была удивлена. Да, сейчас будешь все раскладывать. Мои помощники маленькие. Как интересно, мы были в супермаркете, и там вообще нет раздела со свежими овощами и фруктами. У них это отдельный магазин. Ситуация, что это такое? Непонятно, что, но мне это надо. Я серьезно не знаю, что это такое. Наверняка мне потом напишите, но мы возьмем на пробу. Мы приехали домой. Мальчики сейчас переодеваются в бассейн. Мы с вами давайте посмотрим. Во-первых, я буду раскладывать все. Также покажу вам, что можно приобрести в супермаркете в курортном городке Греции на 60 евро. Это мы не осилили все в ресторане, поэтому взяли с собой. Будет еще один обед на завтра или на ужин. Это салат, и я хотела сказать, что ничего постыдного нет в том, чтобы попросить в ресторане паковать вам с собой то, что осталось. Это вполне нормально. Помимо того, что здесь сейчас осталось, Томак еще забрала сок и пиво. Это пирог. Мы приобрели в пекарне мальчиком наподник. Арбуз. Кстати, за фрукты и овощи я заплатила всего 10 евро. Я была в шоке. У нас гораздо дороже. Арбуз небольшой. Это интересный салат. Листья салата, клубника, сыр, курица. Да, нет, пита. Сейчас при вас рассматриваю. Сама просто схватила. Мне показалось, что выглядит довольно аппетитно. И типа как казинаки. Что-то такое. Я люблю необычное сочетание, поэтому будем пробовать. Три бутылки вина. Мы смотрели-смотрели на то, которое в пластике. И все-таки взяли по классике в стекле. Йогурты. Это миндальный. Еще раз. Миндальный получается. Да, это мне. Аист капучино из Starbucks. Но оно продается в обычном супермаркете. Просто как бы Starbucks сейчас производит такое. Яйца. Шесть штучек для яичницы, для какой-то пасты. Паста это больше называется такое как бы перетертое нечто, что можно намазать на хлеб. Твердый сыр и ветчина. Это йогурт. Кстати, здесь часто его подают, например, к кебабу, к какому-то мясу. Между прочим, это очень-очень вкусно. Мы тоже так иногда едим. Четыре обычных йогурта. Это домик брал. Я, между прочим, могу есть все молочные продукты, но мне нравятся по вкусу. Всякие какогосовые, миндальные. Обожаю. Еще два пива. Большая бутылка молока. Кофе или же к хлопьям. Мы мальчикам разрешаем в отпуске где-нибудь так по-быстрому съесть на завтрак, например. И они выбрали эти. Затерялась с салями. Сейчас тоже отправлю его в холодильник. И фрукты. Так, это у меня развалился пакет с черешнями. Ну, здесь, наверное, где-то полкилограмма. Персики. И непонятно что-то. Мне сказали, что его можно есть целиком. Серьезно, я понятия не имею, что это. Еще одна холодная лата, которую я выпила. И это у нас помидорки. Вот такие сливки. Пять штук. Черешня, между прочим, очень вкусная. Теперь можно идти в бассейн. Я разрезала это нечто. И до сих пор не понимаю, что это такое. По вкусу чуть-чуть сладкое, чуть-чуть кислое и чуть-чуть никакое. Ну, я люблю пробовать всякое новое. Хотела красиво записать на террасе, но как-то ветрено. И я решила не насиловать ваши уши и мои при монтаже. Поэтому скажу здесь, что мы сейчас едем в Афину. Уже какой-то там день пребывания здесь. Мне кажется, что детей может ждать небольшое разочарование. Потому что, когда ты маленький, приходишь и просто видишь руины, ты не совсем понимаешь, в чем прикол. Ну, мы всю дорогу будем вам объяснять. Также напомним историю. И надеемся, что все-таки разочарования не будет. Посмотрите, как местные здесь прячутся от солнца. Как могут. Всеми способами. О, как же мне нравится. Помните, мы были в Италии, и там также росли мандарины и апельсины на улицах. И вы мне писали, что это декоративные, что их есть нельзя. Осталось это объяснить Игнату. Они так пахнут. Их так много на каждом дереве. Захар сказал, что нам нужно присесть на лавочке. Он нам расскажет все факты об Афинах. И потом мы можем идти дальше. Свалить свое место моим и не менее. Причем мы заказали кофеек, кто-то что-то посередине. И дальше идем. Чтобы подняться на Акрополь, нам нужно купить билеты. Интересно, что нас попросили показать паспорта. Мы вроде как не выглядим, как дети. В общем, за всех мы заплатили 40 евро. Главное, туристы. Браво! Акрополь это не одно сооружение. Это целый комплекс памятников архитектуры. И переводится он как верхний город. Мы идем вверх. Также вычитала, что здесь ведутся одни из самых масштабных археологических исследований в мире. Горка такая нехилая. Я еще тяну Захара. Огроменный город, конечно, и в Афинах живет 40% населения всей Греции. Не знаю, помните вы или нет из истории, что театр был зарожден именно здесь. Не знаю, правда это или нет. Кто живет здесь, просветите нас. Потому что я вычитала факт, что ночью работники Акрополя рассыпают здесь камушки. Потому что каждый турист хочет прихватить что-то с собой на память. Местные власти боятся, что когда-то ничего не останется. Сейчас будем делать фотографию для Захара с Парфеноном. Вот он, главный храм в Афинах, который посвящен покровительнице этого города, богине Афине. И вот только представьте, это буквально как прикоснуться к истории, к прошлому. Потому что этому месту больше двух с половиной тысяч лет. Никакие природные катаклизмы, никакие войны не разрушили это все полностью. Дай бог, что мы сохранили это место для тех, кто будет жить после нас. Только посмотрите на этого супергероя с любимыми книжками. Камушек тоже прихватил. Моя ты крошка, я тобой невероятно горжусь. Говорит, мама, сфотографируй меня, потому что мне друзья не поверят. Моя ты лапа. Мой мальчик, мой любимый. Все для тебя. Обратите внимание, сколько здесь оливковых деревьев. По легенде, Афина принесла их в дар местному населению, которое выбрали ее покровительницей этого места. Уставшие такие. Игнашка, а тебе понравилось в Акрополе? Скажи честно. Да. Очень жарко, устали. Она сейчас попьет. Заслужили типа фанту и типа колу. Идем дальше. Интересный, конечно, город. Но здесь такой движ. Я себе даже не представляю, что здесь происходит, когда здесь много туристов. За детьми нужно глаз да глаз, потому что очень легко можно потеряться. Или мне так кажется? Знаете, а мне нравится такое сочетание античности и современности. Необычно и супер атмосферно. Мы гуляли, гуляли, устали. Решили присесть. И прямо в центре города нашли необычный ресторан. Здесь греческая и средиземноморская кухня. Мы заказали мальчикам бургер, а себе мусаку. Подождем. Я не знаю, что это за прикол. Но интерьер здесь супер необычный. Обратите внимание на стол, который находится сейчас по центру. Вот. Я считаю, что это произведение искусства. Как будто корни, да, дерево. И сверху лежит стекло. Я могу сказать посейдон. Посейдон у тебя есть? Это хулиган. Запомните его. Запомните эту мордашку. Хулиганье. Игнат, теперь тебе будет стыдно на весь интернет. Попей водички лучше. Мама, я что-то не встать. Не, ну а что нужно плачать? Мужчина продает цветы. Игнат, ну купи, купи, я хочу для мамы. Томак, ты отдохнул? Интервью. Очень. Очень. Очень отдохнуло. Очень. Очень. Белотонка. Да загорался, Томак. Он льдом себя протирает лицо. Я говорила. Мамаш, ты SPF. Томак, SPF. Знаешь такое? Томак, спокойно. Дубль номер 154, так как дети собирались сами в поездку, я не видела, что они там складывали в свои рюкзаки, и сейчас только заметила, что у Захара огромная книга с собой, и вторая вот такая толстенькая, я покажу вам обязательно оригинального автора, потому что она нам очень нравится, и Захар, так же как я в детстве, очень увлекается не только древнегреческой мифологией, но и мифологией в принципе, я до сих пор помню многие легенды, мифы, все, что связано с этими богами, жителями Олимпа, немножко только проснулся, можно увидеть Посейдон и Атамин, обязательно расскажем потом легенду, и Захарка вчера выбрал себе сувениры, это у него Посейдон, потому что по легенде, вообще для покровительства Афин выбирали одного из богов, Посейдона или Афину, у Захарчика здесь древнегреческая монета, да, это реплика, с Афиной, и сначала люди выбрали Посейдона, он принес в дар воду, но оказалось, что она соленая, так как Посейдон является богом морей, и они никак не могли использовать эту воду, и потом поменяли на Афину, и Афина уже подарила им оливковое дерево, правильно, Захар? Да. У Игнашика тоже две монеты, он сейчас запрятал все себе, да, и флажок держит, но пока что ребенок приходит в себя после сна. Эта книга написана доступным языком, с такими прикольными иллюстрациями, дети все быстро запоминают, и какие-то интересные факты также указаны здесь. Вот оригинальное название на немецком, можете поискать, я уверена, что ваши дети также заценят. Очень часто мы отдыхаем на всевозможных типа как диких пляжах, но нашли этот и решили после обеда остановиться здесь. Главное все-таки море, оно есть, поэтому уже круто. Сегодня суббота, много молодежи, мы решили шикануть в этот раз и арендовать типа как кровать прямо на побережье моря. То, что мне очень нравится абсолютно в каждом заведении здесь, это то, что, что бы ты ни заказал даже чашку кофе, все посетители получают бесплатный стакан холодной воды. Просто идеалити. Кстати, это всего лишь второй опероль, все в этом сезоне. Для меня это исключительно летний напиток. Эти дни пролетели молниеносно, прям супер быстро. Все хорошее так заканчивается. Сейчас мы едем на заключительный ужин. Завтра днем у нас самолет домой в Польшу. На этом я тоже буду заканчивать свой влог. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно и весело с нами. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мы с вами увидимся совсем скоро. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok